МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Сносите туалет. Я говорю, мне к вам в туалет ходить? Он говорит, вы знали, что чужая земля. Кому понадобилась земля барнаульцев, на которой они живут всю жизнь? Они заплатят за смерть пчел. Пчеловодам края пообещали компенсации, но не всем. Несколько жителей Заринска отравились водой из колонки. Почему в 21 веке у горожан нет нормального водоснабжения? Как добиться увеличения субсидий на программу поддержки молодых семей Барнаула? Этот вопрос не стал менее актуальным после проведения публичных слушаний по бюджету города. Они прошли на днях и, по сути, ни к чему не привели. Что молодые активисты, годами стоящие в очереди на получение средств, будут предпринимать дальше, и что им посоветовали депутаты уже после завершения слушаний, знает Андрей Дрейр. Так, накануне говорили о субсидиях на программу «Молодая семья». Политики имели в виду, что сначала деньги выделяет Федерация и Край, а город уже отталкиваясь от этих сумм в последнюю очередь. Анна Холодкова уверена, что все как раз наоборот. Об этом говорят ответы на запросы молодых семей из Федерального центра и АКЗС. Межбюджетные трансферы распределяются между муниципальными образованиями края прямо пропорционально объему средств, предусмотренных в местных бюджетах. Мы просим город все-таки прислушаться к данным ответам, к тому положению, которое есть, и увеличить финансирование. Мы не просто просим выделить деньги на программу, мы понимаем, что это повлечет за собой колоссальный приток из краевого федерального бюджета троекратное увеличение суммы. По словам Анны, в прошлом году на 1 миллион от города Федерация и край вместе выделяли по 3 миллиона. Молодые просят у властей и депутатов поднять сумму от города хотя бы до 100 миллионов в год. Сейчас это только 38 миллионов. Врач и по совместительству народный избранник Елена Хрусталева уверена, у города есть деньги. Давайте мы посмотрим бюджет, разберем его по статьям и посмотрим, где мы можем экономить. Я лично делала предложение о том, чтобы прекратить сжигать деньги в воздухе. Эти бесконечные салюты, они стоят денег, больших. Поэтому давайте мы не будем салютовать, я думаю, что жители города Барнаула нас поймут. А пока одни бьются за получение сертификатов, другие этим пользуются. Татьяна Абашина, которая тоже стоит в очереди, столкнулась с мошенниками в соцсети. Там предлагают, цитата, «не терять лишние года» и готовы помочь в преодолении очереди. Присылайте ксерокопии паспортов и свидетельства о рождении детей. Остальное мы сами сделаем, чтобы вас признали экстренно нуждающимися. Я ей пишу, что как такое вообще возможно, пишите подробнее, потому что понятия экстренно нуждающихся в целом, в принципе, нет. На что она поняла, что я ее развожу просто на разговор. Она меня забанила, удалила переписку, все. За перемещение в очереди мошенники, а возможно, участники коррупционной схемы требуют 15% от суммы сертификата. Гарантий, понятно, нет. Ведь по-настоящему помочь молодым семьям можно только, увеличив субсидии из бюджета. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Не справлять нужду, не топить печь, не содержать машину предлагает мэрия нескольким барнаульским семьям. Все они живут в доме барачного типа. Туалеты, угольные сараи, гаражи, расположенные рядом на участке. Все эти постройки власти требуют снести, потому что они выходят за кадастровые границы жилой зоны. Люди не согласны и заявляют, что постройки там стояли почти век назад. В вопросе разбиралась Анастасия Дороган. Скромный деревянный теремок. Один, уличный для большой семьи. Ей он жить помогает, а властям мешает. Его требуют снести. Сносите туалет. Я говорю, мне к вам в туалет ходить? Ана говорит, вы знали, что чужая земля, нечего было занимать. Хотя туалеты были на улице. У меня в доме нет места под туалет. А много у вас в своей семье? Семь человек. Дети у меня есть приемные. И вот и никак, нигде не можем добиться никакой правды. Это один из нескольких хозяев многоквартирного дома по улице Привокзальная 81. Его построили в 1920-х для сотрудников железной дороги. О коммуникациях речи не шло. Во дворах всегда были туалеты, коптерки с углем, сарай. Ничего не изменилось и сейчас. Но когда ЖД отдала землю под домом на баланс города, начались проблемы. Приватизировали мы в 2003-м. И опять же, в 2003-м появился какой-то земельный участок, неизвестный нам. Хотя мы были уже жильцами этого дома и являлись владельцами. В 2003-м году здесь провели кадастровый замер земли. Это фактический участок, занимаемый семьями. Буква Н – нежилое пристройки. А это то, что специалисты отдали во владение семьям по кадастровой карте. Жильцы провели экспертизу и доказали свою правоту администрации ЖД района. А теперь судятся уже с мэрией. Так, говорят, аргументируют, что земля нужна для дороги. Эту дорогу мало кто знает. Но кто знает, они объезжают пробки, которые образуются на строителей. Здесь, допустим, если по бою от машины с такой скоростью пробегается, это можно еще проползти. Но если иномаркой пониже клиренсу посадка, тут и мосты, и поддоны пробивали. За этой дорогой никто никогда не следил. И судя по кадастру, проезжая часть вырастет, похоже, на двухполоску. Если выполнить требования администрации, расширить дорогу, снести постройки, то дорога будет начинаться примерно здесь. То есть крыльца под колеса. А еще логику людей смущают столбы электропередач. Они будут располагаться прямо посреди дороги, если она появится. А если нет, жильцам тем более непонятно требование сноса построек. И по Барнаулу, и федерального значения практика есть судебная. Это называется реестровая ошибка. Раньше она называлась кадастровая ошибка. То есть это как раз период, когда это все начало функционировать. 2002-2003 год. Когда как раз вот эти границы появились. Ну, условные какие-то плановые. Как они появились, мы не знаем до сих пор. Мы написали официальный запрос в администрацию города и ждем ответ от властей, зачем им понадобилась линия земли на участке улицы, граничащей с железной дорогой. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. А вот у жителей Заринска другая проблема. Они отравились водой из колонки. У целого микрорайона на протяжении долгих лет отсутствует водоснабжение. Водопровод у них есть. Построен год назад, но до сих пор не запущен. Одна из причин – разногласия подрядчика и заказчика. Почему из-за этого страдают тысячи людей, когда они наконец-то будут пить чистую воду, разбиралась Валентина Аскерова. Ну вот вода, как только она чистая. Она постоит, маленько пожелтеет. Не боитесь отравиться? Еще раз. А как она боится? Двумать, смертям не бывать, а одну не миновать. Так что можем попить. Делает глоток и рискует вновь стать клиентом инфекционки. Месяц назад житель Заринска Анатолий Шадин отравился водой из колонки. Своей аж 2О у него нет. Из колонки вожу эту воду. Вот 60 бутылок здесь. Когда три, когда четыре. А когда была заготовка продуктов, ну, саладина все, уходило до 10 бутылок. Нет воды и у соседей. Три года назад здесь по губернаторской программе 80 на 80 наконец начали строить водопровод. Построили, но трубы до сих пор обезвоженные. Люди не вытерпели. Кто-то сам построил колодец за 35 тысяч, кто-то ждет дождь, чтобы помыться, а кто-то отправляется за ней в путешествие. Четыре бутыля с собой беру по 19 литров. И вот так вот два-три раза в день. Достаточно. У меня плюс еще скотину ее. Этой же водой приходится поить, потому что у меня в колодце нет воды. Пить мы уже... Сколько уходит в месяц? Ну, по-разному. Бывает и две и две с половиной тысячи уходит. Длина нового, пока бесполезного водопровода, почти 7 километров. 20 миллионов тендер на проведение работ выиграла барнаульская компания «Строймастер». Выиграли они 16 июня 2017 года. Начали копать 5 августа 2017 года. Начали копать. Копали, копали усиленно, быстро копали. Все. Мы так радовались, так радовались. Думали, все, зима, ничего не осталось. Началось лето. Нету их. Нету, нету. Мы знаем даже, что прораб ушел в отпуск. По словам жителей, вернулся подрядчик на объект лишь в августе 2018 года. Работы продолжились, продолжились и странные действия. Кто сдал? Кто, говорят, не сдали. Даже в январе они вытаскивали еще вон там, например, колодцы и вставляли новые. По контракту должны были выполнить в течение 10 месяцев. Подрядная организация у нас к указанному сроку контракт не исполнила. Были выявлены недостатки. Недочеты были в основном связаны с герметизацией колодцев, с герметизацией стыков труб, с установкой пожарных гидрантов. Те недостатки, о которых говорит сегодня администрация, они не касались компании «Строймастер». Они касались именно дефектов, которые на сегодняшний день, которые на тот момент были обнаружены. То есть замечание, например, чтобы вам было понятно, вода в колодцах. Вода в колодцах и должна была быть, потому что он был построен в болоте, а разработана была документация для строительства в сухих грунтах. А документацию предоставила администрация города изначально неверную. Это доказала независимая экспертиза. Власти пообещали скорректировать проектное решение по колодцам, но обещание утонуло в них. Работа в мокрых грунтах, значит, она существенно дороже посметной стоимости. А проект был бы не 20 миллионов стоил, а стоил бы 28. Подрядчик подал на администрацию в суд, так как ему пришлось потратить около трех миллионов собственных средств. Чиновники тем временем до сих пор ищут арендатора на построенный водопровод. А жители продолжают мечтать, чтобы вода перестала быть роскошью в их домах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. По 3,5 тысячи рублей за каждую погибшую пчелосемью планируют выплачивать пчеловодам, которые понесли убытки. В краевой бюджет впервые на три ближайших года заложили на это средство. Но получат деньги лишь десятая часть пострадавших. Почему, расскажет Евгения Даровская. Такого июля пчеловоды не помнят. А сколько было надежд. Соберем урожай, закроем кредиты. Но в один момент планы рухнули. На сегодняшний момент должна висеть вот такая вот борода из пчел. То есть пчелка за пчелку зацепляется и сидят друг на дружке. Потому что им в улье места мало должно быть. Из-за меда, из-за большой пчелы. Потому что они носят. А сейчас ее нет. Тогда еще спорили, в чем причина. Теперь известно точно. Пчелы погибли из-за обработки ядом. А в этом году из-за высокой цены на рынке аграрии еще и увеличили площадь посевов рапса. И многие не предупредили пчеловодов об обработке. К слову, повод пойти в суд. В 30 регионах страны ущерб оценили в триллион рублей. Но и эта цифра не точная. Например, в крае, по официальным данным, пострадало 5666 семей. Сколько насекомых погибло на самом деле, неизвестно до сих пор. Точно мы до сих пор не знаем эту сумму, количество. Потому что когда одно дело была гибель, просто гибель она была, когда начали выяснять, практически 70-80% пчелосемей не были зарегистрированы вообще никак. И даже больше официальных пчеловодов в крае всего 9%. О причинах догадаться несложно, нежелание платить налоги. Соответственно, и компенсации получат лишь юридические лица, имеющие санитарно-ветеринарный паспорт. Если семья полностью погибла, значит, мы компенсируем 3620 рублей за семью. Ну, в среднем, как бы, рыночная стоимость, я скажу вам, этой пчелосемьи. А значит, кроме того, если там частично погибло, это 1810. Этих денег хватит на так называемый пчелопакет. Это полноценная пчелинная семья, обладающая необходимым ресурсом сил для сбора урожая. Суммы недостаточные, поэтому для нас главное другое, чтобы этого больше не повторилось. И как это сделать в крае, пока в теории нашли. Теперь пчеловоды могут обратиться в особо охраняемые природные территории, на Алтае их 107, и временно или постоянно трудиться в безопасном для пчел месте, где категорически запрещено обрабатывать химикатами. Но для начала опять же нужно зарегистрироваться. Есть еще один путь – застраховать свое хозяйство, причем платеж компенсируется из бюджета. Оказывается, так можно было сделать и раньше. Но… А вось пронесет. Ну вот не пронесло, извините. Поэтому давайте страховать будем. Пока же в крае продают мед этого года. Его, по понятным причинам, меньше. Рапсового на прилавках нет. В Косяхинском районе, как и во всех других пострадавших территориях, мед пришлось утилизировать. Ведь, как говорят пчеловоды, упустишь день – потеряешь год. Евгения Даровская, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле случился факап. Это форум бизнес-провалов, который во второй раз провел журнал «Автограф». В формате стендапа шестеро спикеров известных барнаульских бизнесменов рассказали о своих неудачах. Я не понимала, что дальше. У меня были проблемы со здоровьем. У меня, собственно, закончились все деньги. Похвастаться историей успеха может каждая. А вот признаться в провале – единицы. Второй форум бизнес-провалов факап как раз об этом. Какие фиаско потерпели известные предприниматели, а главное – как их преодолели и к чему пришли в итоге. Сейчас люди уже не боятся заявлять о том, что они где-то облажались. Ошибка – это нормально. Ошибка – это определенный опыт. И люди готовы делиться своим опытом, в том числе и негативным. Кстати, кто-то из них считает, что вся наша жизнь – факап. Я благодарен всем своим факапам, которые были в моей жизни, и которые были созданы моими родителями, и которые я создал себе сам. Но я их все преодолел, и все они научили меня делать то, что я сделал сегодня. Мне важны вопросы услышать об организации тех или иных мероприятий. То есть паломническое путешествие – это тоже организация. Транспорт, народ – все это надо организовывать. Понравились спикеры женщины, такие как Маша Доценко, которая маленькая женщина, которая рассказывала о том, как она преодолевает трудности и как она пришла к успеху. Факап – это история об успехе через неудачу. И большой опыт для барнаульских стартаперов и бизнесменов, которые пришли на форум. Ведь учиться лучше на чужих ошибках. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.